Заседание регионального правительства провел исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Тюрин. Первым делом он озвучил неутешительную статистику по заболеваемости коронавирусом. Количество коек у нас практически уже пустых, сведено к нулю. Должен сказать, что те меры, которые даже приняты, не выполняются. По словам Андрея Тюрина, в Ульяновской области от COVID-19 уже скончались шесть беременных женщин и двое детей. В связи с ростом заболеваемости в регионе решено усилить меры профилактики. Они связаны с работой торговых сетей, с работой общественного транспорта. Сегодня приступили к такой жесткой проверке и тех, и других. И она должна продлиться как минимум две недели. Потому что даже сегодня, вот еду на работу, смотрю, в трамвае абсолютно не все в масках находятся. Я уж не говорю о маршрутках. Если люди у нас по большому счету не берегут себя, не уважают окружающих, значит мы должны другими методами добиться, чтобы выполняли элементарные требования безопасности и гигиены. Кроме этого, кабинет министров единогласно проголосовал за проект закона о сельскохозяйственной амнистии. На территории Ульяновской области находятся более тысячи объектов недвижимости, оставшихся от колхозов и совхозов. Сегодня они используются без правоустанавливающих документов. В результате бюджет недополучает налоги. По закону о сельскохозяйственной амнистии у нас граждане будут как по налоге с гаражным амнистией получать бесплатно в собственность земельный участок. При этом мы ограничиваем площадь такого земельного участка одним гектаром. То есть наша задача, чтобы земля под объектом была в собственности и граждане могли, так скажем, в обычном порядке узаконить эти объекты недвижимости. Члены правительства также рассмотрели внесение изменений в государственную программу Ульяновской области о развитии архитектуры и строительства. Изменения предусматривают передвижение денежных средств на решение двух социально значимых вопросов. Предоставление жилья детям-сиротам и гражданам, проживающим в ветхом аварийном жилье. Говоря о детях-сиротах и о переселенцах, мы понимаем, что, так скажем, это два наиболее, так скажем, социально важных вопроса. По итогам, так скажем, подводящего года мы делаем передвижки, снимаем денежные средства со всех возможных, так скажем, источников доходов и направляем их на, так скажем, решение двух социальных вопросов. Теперь законы и поправки, за которые проголосовали члены регионального правительства, предстоит в двух чтениях принять депутатам законодательного собрания Ульяновской области. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.